Первыми, просто в силу географического положения, очередную годовщину перехода Крыма под контроль России начинают отмечать в Петропавловске-Камчатском, Магадане и Владивостоке. Непременные атрибуты торжеств в этом году – автопробеги, построение в виде букв V и Z и песни Газманова. Кульминация в Москве на стадионе Лужники. Там, по оценкам организаторов, собралось около 200 тысяч. Впервые за 8 лет эту дату, 18 марта, отмечают в условиях ведения Россией реальных боевых действий. И теперь уже непонятно, что важнее. Этот перформанс, конечно, был посвящен никакому не Крыму, а перформанс был посвящен тому, что сейчас происходит в Украине. Вот это, я не знаю, специально они начали эту самую специальную военную операцию, простите, я в России, я должен так говорить, чтобы не сесть в тюрьму. Значит, специально они начали ее, подстроив под дату Крыма, вряд ли специально, но, в общем, сейчас они просто правильно делают, что они используют Крым. Так что, на самом деле, это вовсе не про Крым. Это именно про Украину. Это именно про то, что наша страна делает в Украине. Торжества в России проходят на фоне гуманитарной катастрофы в Украине, с разбомбленными городами, миллионами беженцев и тысячами убитых, причем с обеих сторон. Путин несколько раз произносит слово «геноцид», но имеет при этом в виду не происходящее сейчас с украинским народом, а притеснение русскоязычных граждан Украины, которые якобы имели место и стали поводом для российского вторжения. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Россия не начинает войн, Россия их заканчивает. Этот лозунг, который ежедневно повторяется на всех федеральных каналах и тиражируется на тысячах плакатов, Путин, по сути, пересказывает своими словами. Верит ли в это он сам? Не надо недооценивать степень искренности президента. Мне кажется, что когда он говорит, например, что Украину создал Ленин, он в это верит. Когда он говорит, что нас хотят поставить на колени, он в это верит. Вот вообще, понимаете, ведь есть же два варианта, ну, как бы так, неадекватных или лживых речей политиков. Да, бывает, политик врет, но понимает, что он врет и просто вешает лапшу на уши подведываться на население. Это бывает. Да, это плохо, это плохо. Но это не так плохо, когда политик сам верит в то, что говорит. Вот, если он говорит вот, ну, что-нибудь типа того, что говорит Владимир Владимирович. То, что он говорит, мне кажется, совершенно ужасно, не имеет никакого отношения к реальности в большинстве случаев. Вот, и самое ужасное, что мне кажется, что он в это верит. Еще Путин много говорит о том, как российские солдаты в ходе спецоперации прикрывают друг друга своим телом на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Между тем, сам президент, выступая в Лужниках, по мнению многих наблюдателей, отделен от аудитории пуленепробиваемым стеклом и, вероятно, защищен бронежилетом. А его пуховик от эксклюзивного итальянского бренда соратники Навального нашли в интернете за почти полтора миллиона рублей. Не противоречит ли все это словам президента о единении? У нас сословное, феодальное общество, в котором ты, царь, живешь в палатах, я смерть живу в хлеву. Так положено. Сословное общество отличается от нормального тем, что законы и правила для всех разные. И да, ты там воруешь миллиарды, но ты же министр, тебе можно... Значит, тут главное, как было гениально когда-то сказано, не по чину не брать. Вот есть чин, по чину бери, не по чину не бери. Вот и все. Одним из самых загадочных моментов телетрансляции из Лужников стал тот, где речь Путина обрывается на полуслове и запускается песня в исполнении Газманова. Многие наблюдатели до сих пор гадают, что это было. По одной из версий, причиной брака в эфире мог стать недовольный свист с трибун.